Добрый день, вышивальный ютуб! Меня зовут Тамара и добро пожаловать на мой канал Тамара Крустич. В сегодняшнем видео, как обычно, я покажу вам, что творится в моей вышивальной жизни, что я навышивала, что я закончила, что оформила и даже переоформила. Но, конечно, все по порядке. Надеюсь, вам понравится это видео. И так как скоро Рождество, ну, относительно скоро, и так как каждый год перед Рождеством я вспоминаю про этот проект и то, что я бы хотела его вышивать, но я его не вышиваю, я опять достала этот проект. Что это за проект? Это Dimensions, простая коллекция, Christmas Traditions, относительно новый дизайн, насколько я знаю. Ну, здесь написано 2017 год. Я его купила, когда он вышел, то есть, когда он был новинкой. И, наверное, 2018 года я хотела его вышивать. То есть, это было в мое до-ютубное время. Я начала той зимой его вышивать, вышла немножко, отложила. Потом еще один раз я попробовала его тоже восстановить. Не пошло. Дело в том, что такие дизайны я заметила, что я люблю вышивать с сагой. Тогда я не вышивала с сагой, не знала, что это такое. В этом году я вспомнила, достала дизайн и решила искать сагу. Нашла сагу, то есть, на этот дизайн. Поэтому я решила, почему бы мне не попробовать восстановить опять этот дизайн. Вышивать хоть немножко. Ну, потому что дизайн еще нравится. То есть, я от него отказаться не хочу. Вышиваю я, кстати, на родной аиде. Вот такой красивый голубой цвет аиды. Ничего менять не хочу. Начала на аиде, на аиде и буду вышивать. Все. Вот столько у меня вышито. Получается, я начала снизу, как обычно я люблю. Я знаю, почему я остановилась тогда. Потому что здесь очень скучно. Здесь полукрест в разных сложениях нити. Видите, я даже две вот эти углы нижние я достала уже. Вот это, получается, периметр работы. Это очень нудно. Это неинтересно. Поэтому я и остановилась. Получается, я вот саньки уже начала. И я должна вышивать елку. Так как у меня уже есть сага, я решила, почему бы мне не попробовать потихоньку хоть что-то вышивать в этом дизайне. Поэтому, наверное, попробую вышивать. 14 каунта еду. То есть, очень даже круто. Организация у меня вот такая. Потому что я уже сказала, что дважды пыталась вышивать. Вот такая у меня организация. Иголочки, которые я использовала здесь. Я не буду так продолжить. Я ставлю здесь нормальный органайзер. Я буду вышивать с нормальным органайзером. И копия даже у меня есть. Даже копия есть. Кстати, это немножко такой глянцевый. Это, наверное, новинка такая была. Я вырезала здесь. Вот. Так что я решила попробовать восстановить этот дизайн. Хоть немножко в нем повышивать. И вы знаете, когда я достала этот дизайн, там лежали едва других моих дизайнов, которых я не вышиваю. Хотите, назовите это отложенные проекты, долгострой, как хотите, так и называйте. У меня их немного. То есть, я не человек многопроцессный, не вышивальщица многопроцессная. Не знаю, почему психологически я не могу вышивать много. В смысле, параллельно много дизайнов. И я не чуть... Многие вышивальщицы, например, начинают вышивать, говоря, что вот я начну, потом понемножку вышью. Нет. У меня нет такого. Вот то, что начало в каком-то таком порыве, необдуманном, да, получается, что я не вышиваю. Вот. Этого хочу восстановить. Еще один дизайн, вот такой. Это Лука Эс, да. Это Лука Эс, Леопард. Вот такой дизайн. Был куплен в 2014 году. То есть, в 2013 я начала вышивать. И в 2014 я его купила в магазине Лука Эс в Кишиневе. Тогда он был новинкой. Я помню, что он тогда был новинкой. Он мне понравился, я его купила. В 2015 года в каком-то порыве я его начала вышивать. Вышила немножко тогда и остановилась. Потом еще как-то пыталась я вышивать, восстановить вот этот дизайн. Вот сколько у меня есть вышито на этот дизайн. Дело в том, что вот когда я достала все это, я поняла, что этого дизайна я вышивать больше не буду. Я могу, да, я могу это делать. Я нашла сагу у меня, потому что когда я пробовала продолжить, я нашла сагу на него. Сага я буду вышивать быстрее. Это 16-й каунт. Я это могу делать, то есть закончить его. Но я не хочу, потому что, во-первых, цветовая гамма очень такая нудная, скучная. Я люблю коричневый цвет, но нет того, что вышивать все коричневым цветом, да. Сам сюжет мне не нравится до того, что я кровь с носу буду его вышивать, в смысле. То есть, если процесс мне не доставит удовольствия, результат мне не так нужен, зачем я буду тратить на это время? Да, я вышью 100 маленьких чеснанов, но я буду очень счастливой вышивальщицей. Поэтому, без каких-то сомнений, вот нужно было все со временем, но без каких-то сомнений я, наверное, ткань выброшу, потому что я не буду использовать эту ткань. Я не знаю, чем я обработала, она немножко пожелтела вот здесь, я не знаю, чем я обрабатывала тогда, мне кажется, прям у меня не было. И вот ниточки, чтобы эти палетки не были такими длинами, я вырезала их пополам, насколько я знаю. Да? Да. А где еще одна? Кажется, еще одна должна быть. Или одна из них маленькая? Нет, она одна из них не... Раз-два, раз-два, еще, да, еще одна. А то и нету, вот видите. Короче, у меня есть карта цветов анкор. Я могу, ну, как бы, понять по карте цветов какие-то нитки. Нитки анкор это хорошие нитки, может быть, в будущем они пригодятся. Вот столько коричневого, серого, они пригодятся. То есть нитки пойдут на нитки, а все остальное будет выброшено без каких-либо сомнений. Прям без каких-либо сомнений, вот. И кроме этого, еще один процесс у меня есть тоже, я бы сказала, такой же долгостроенный, что ли, от которого отказаться я не буду. Это уже у меня, этот процесс у меня уже такой ютубный, да, у меня был ютуб. Это Лондон, от тоже, от Лука Эс. Мне дизайн нравится, я нашла сагу, но знаете, в чем проблема? Проблема в том, что я уже перестала любить, что вот такие дизайны. То есть, да, он красивый, да, в вышитой форме мне нравится, но мне скучно его вышивать, да. Вот мне скучно его вышивать. Только крестик есть, здесь немножко бэкстич, но здесь я вижу, что ничего не сделала с палетками, слава богу. Все, все окей, все окей. Это что у нас? А, это типа если не хватит ниток от Лука Эс. Вот такая у меня организация, крутая. Один даже пак. Кстати, пака у меня немного, два пака. Вот этот и тот, который только для иголочек. Вот такой пака у меня есть, здесь вижу. Схема, которая на, не знаю, сколько листов, сто тысяч листов. И вот, что у меня вышито. Да, я не гладила, ничего не сделала, просто достала и хотела показать. Вот, получается, я хотела вышивать на равномерке, потом передумала. У них, несмотря на то, что здесь есть не вышитое пространство, вот здесь. Но так как это восемнадцатый каунт Аида, вы знаете, это восемнадцатый, да, это восемнадцатый каунт Аида, она неплохо смотрится. То есть на Иде легче, вот такие дизайны, они быстрее и легче вышиваются, чем на равномерного переплетения, скажем так. И, собственно, вот, это телефонная кабинка у меня вышита, чувака я начала вышивать здесь, им немножко коричневым, типа, вот эти деревья. Вот как-то так. Не знаю, когда буду... Были у меня одна или две попытки его, этого дизайна, восстановить, то есть в процессах. Ну, наверное, не его время было, потому что не пошло. Сейчас тоже пока что отложу, не буду вышивать, но избавляться от него тоже не буду, потому что пока что нравится. Чувствую, что хочу его вышитым. Вот. Если говорить про такие отложенные дизайны, получается, если одного выброшу, два останутся. Если одного беру в работу, то есть с этим я пока что не знаю, что делать. Да, кстати, из вот таких дизайнов, которых вышиваю, то есть они начнут, но я их не закончила, я их не вышиваю, но они более такие свежаки, да. Это, получается, тот розовый домик с шовчиками, да, который от Dimensions Needle Point. Но его начало прошлым мартом, немножко там повышивала, может быть, его в этом году тоже буду вышивать немножко. И мой Шаттелейн, Сансуси. Но Сансуси периодически я вышиваю, хотя вот в последние несколько месяцев я его не вышила. Знаете, там в чем проблема? Проблема в том, что он на раме, это большой дизайн, он на раме, и я не любитель вышивать на раме. То есть дизайн мне нравится, вышивать Шаттелейн мне нравится. На пальцах не буду его вышивать, потому что это будет кощунство, наверное. Но я устаю, мне трудно, нужно разложить все. То есть вы скажете, наверное, я не нашла свой стомок и не нашла как бы свою фишку. Может быть, это так, да. Может быть, я вправду захочу очень сильно вышивать тот дизайн, я найду способ, я вышью его быстрее и чаще. Вот, как-то так обстоят дела с моими отложенными процессами, как это будет, долгострой. Меня, если честно, можно назвать, назовите их, как хотите, обидеть меня вы не будете с этим, потому что они есть, кто есть. И вышиваю, когда вышиваю, как вышиваю, как есть, да. Выживаю, как чувствую, вот. У меня как-то так, я вышиваю, как я это чувствую. И на этом показ моих скелетиков из шкафу закончился. И давайте приступим к тому, что у меня оформилось. Я дошила этот дизайн, это Лука Эс, вот такая метрика с медвежонком. У меня не было много, как бы дошивать, я дошила и даже оформила. Вот, что у меня получилось. Все. А без стекла, кстати, мне не понравилось, как это выглядело с стеклом, потому что получалось, что вышивка вот здесь, а стекло было здесь, потому что это рамка с углублением. Просто сестренке этого мальчика пять лет назад дал. Вот, я вам говорю, будет пять лет назад. Подарила тоже метрику, но не от Лука Эс, но тоже в такую же рамочку, поэтому и купила тоже, чтобы рамочка была такая же. Вот, я попаялась бэкстича, думала, что будет тяжело, но нет, абсолютно. Вот, очень приятная, быстренькая такая работа. Единственное, что я все-таки сделала и здесь изменения, если вы можете смотреть на превью, вот эти звезды, видите, я их немножко раздвинула вот так, чтобы они заполняли ей вот, потому что получался дизайн немножко в длине так. А я хотела, чтобы он заполнил, как бы, и вот здесь, чтобы не было этого видно, но немножко так, прям не... И как-то так, вот, так что он дашит, подарочек готов и будет, надеюсь, успешно и скоро подарен. В этом дизайне я поменяла, то есть дизайн оригинально был на конве шестнадцатого каунта, белое. Я поменяла камву на линду, да, двадцать восьмой каунт, это линда, я, насколько я помню. То есть поменяла на каунт побольше, потому что если каунт был поменьше, дизайн получился бы поменьше. То есть я знала, что хочу такую рамку, поэтому я сделала каунт побольше. Сказала несколько раз, что боялась, что не хватит ниток. Нет, не так хватило. Вот это, получается, остатки, и я уже сказала, что, да, кажется, мало, но много из этих ниток точно хватит для второго отшива, точно. Есть нитки, где нужна одна нитка, и вот из этой целой пасмы розового, например, нужна только одна нитка для щечек, да, и все. Может быть, вот эти базовые нитки, их не будет достаточно. То есть вот этот серенький, ну, если вышивать на каунте поменьше, может быть, даже достаточно. Была удивлена, что вот этого синенького, видите, который нужен для имени, вот столько у меня осталось. Я не пронесла себе ножницы, как обычно. Вот, как-то так. Так что все успешно закончилось, и у меня была вот такая, да, это была отдыхалочка. Я сказала, что не знаю, если это будет отдыхалочка, но нет, это была отдыхалочка. И у меня случилось даже маленькое переоформление. Был и есть у меня такой дизайн от Just None, вот такие, Promises называется, вот такие голубки. И вышла я их в феврале. После того, как вышла, я оформила вот в эту баночку от Framecraft. Вот в эту крышку, да, не баночку, а крышку. Но относительно недавно, когда я вышла вот в эту бабочку, в журнале эта бабочка и была, как бы, оформлена именно в баночку от Framecraft. Крышки-баночки от Framecraft именно вот такого темно-красного цвета. Я решила, что раз у меня есть такая баночка, пусть я ее оформлю. И я их оттуда выдвинула. Но когда они были оформлены здесь, вот здесь они были по, как, съедала вот этих, то есть было вот так, мне кажется, было недостаточно. И после того, как я их оттуда выдвинула, я сказала, что переоформлю, переоформлю. Не было целью, знаете, вот прямо здесь и сейчас переоформить. Но так получилось, что в Тики Макс я увидела вот такую рамочку. Последняя была, да, знаю, вот здесь этот белый немножко потерся, да. Можно и так оставить, кстати. Сначала я подумала, что нужно его, как бы, здесь покрасить. Потому что можно так спонжиком внимательно покрасить, и вот это покрасится. Или можно взять шкурку, или как это называется, и можно вообще-то сделать, протереть вот здесь, вот здесь сделать, знаете, такой винтажный вид. Это тоже вариант. Поэтому я подумаю. Я не знала, если она будет окей по размеру, потому что я не знала размер вот этих голубок. Но я решила купить, потому что я подумала, что все равно найду что-то маленькое здесь оформить. Пришла домой, как бы проверила. И что вы думаете? Нет, они не вошли. В целом вот здесь один ряд крестиков, у их хвостов все-таки съедается. Но я решила оставить здесь, потому что, знаете, все, больше не буду искать для них вариантов. Мне кажется, вот они вышиты в форме сердечка, и как бы эта рамочка тоже в форме сердечка. Я подумала, что это будет окей. Так что они пока что остаются здесь. Я, знаете, я не так часто переоформляю. Нет, по крайней мере, так кажется. Но их я отсюда выдвинула, и они... Я сначала хотела из них сделать и сердечко, и у меня это не получилось. И кончики выглядели ужасно. Поэтому я решила, что я не хочу, чтобы она у меня так лежала. Поэтому и получилось такое вот оформление. Ну, пока что остаются так. И у меня будет новый старт. Да, не смогла я удержаться. Все-таки купила вот такой... Как это будет? Слайд от Just None. Santa is in the house. Санта в домике, получается. Да, то есть, вот я так и не переделала. Вот, имею в виду вот эти пины. После того, как вышла вот этот без корню, который тоже новинка. То есть, я подумала и решила, что все-таки я хочу купить вот этот слайд. И, вы знаете, я немножко была удивлена. Потому что он почти мне не достался. В том смысле, что, оказывается, он... Здесь нигде не написано, что он limited edition. Нигде. Но, оказывается, что его сделали в очень лимитированном выпуске. То есть, их мало. 123 Stitch, кстати, даже не выставил на продажу их. Потому что я посмотрела на 123 Stitch. Потому что мне дешевле купить на 123 Stitch. Приходит не так быстро, но дешевле там купить. Его там вообще не было. И когда я начала искать, оказалось, что много магазинов его даже не выставили в продажу. Я не знаю, им не досталось или они не купили его. Вот этого дизайна. И было очень много магазинов, в которых его уже не было. Там было написано out of stock. Я такая, what? И когда пошла в официальном сайте JustNan, там они не продают. Они работают только с магазинами. Но там, если дизайн снят с производства... Ну, там все новости есть. Ну, вот там, где есть вот этот дизайн, там написано sold to shops. Типа, все наборы, которые у них были, они как бы уже продали для магазинов. Так что, если вы хотите себе такого, ищите. Потому что, может быть, слишком поздно найти его. И давайте я его открою. Покажу, что есть внутри, если вам, в случае, если вам интересно. Мне очень интересно, потому что я его не открыла. Только посмотрела вот так. И вот, что у нас есть. Здесь не так много, я бы сказала. То есть, вот превью. Красивые, кстати. Потому что у нас есть и такой не очень понятный превью. Вот здесь этот Santa в очках суперклассный. Вот нигде не написано, что это limited. Видите, я о чем? Здесь схема. Вот просто такая схема. И здесь вот нитки. Ниток вышивается на 32-м каунте с рома льне. И нужно вот только вот эти нитки. И все. Кроме этого, да. То есть, превью и схема. Здесь есть, конечно, слайд. Слайд красивый, кстати. Да, я знаю, что это наклейка. Да, я знаю. Я все понимаю. Я все знаю. Но я, кстати, не фанат этих слайдов от JustNan. У меня их не так много. Не знаю, сколько, но у меня их не так много. Вот, как обычно, да. Тихо. Вы все знаете, как эти слайды выглядят. И кроме этого, embellishment pack. Вот сейчас. Красные бисерины. Их абсолютно немного темно-красные. Даже я сказала. И они знаете, где нужны. Потому что я уже посмотрела. Вот здесь, в этих уголках. То есть, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь. Поэтому их так мало. Вот тут только эти восемь бисерин нужны. И здесь есть вот такой пин. Вот такой пин. Пин, конечно, я бы не сказала, что он супер вау. То есть, в смысле, что иголочка вот такая. Вот такой длинный. Этот bugle bead, как это называется. Сердечко. Вот. Это не пайетка. Это из металла. И вот такое белое. То есть, ну, прям такой. Я бы не сказала, что вау, вау, вау. Я не советую после того, как отживаешь. Вот на обратной стороне. И вот здесь. Если честно, я брала как бы из-за дизайна. Мне дизайн вот именно вот слайд понравился. Вот именно этот домик зимний. И идея понравилась. Пин. Я думаю, что я могу смастерить сама. Не знаю, если прям такой. Но почти такой я смогу смастерить сама. И, кстати, пине, я не думаю, что я буду держать здесь. Он, скорее всего, будет где-то на вот этой подушке, например. Потому что, ну, я не думаю, что он будет окей здесь. А вот эта фигнюшка, она будет хорошо выглядеть. Так что достану материал и покажу, что у меня получится. Думаю, что вышивка не будет длинная и долгая. И вот Санта в домике уже. Вот как законченная работа или законченный проект выглядит. Да, вот это слайд. И внутри вот что есть. И я сделала как на превью. Вот здесь есть пин. Абсолютно маленькая, мега-маленькая вышивка. Я не скажу, что я 100% довольна тем, что получилось. Но, знаете, смотря на то, что это такой маленький дизайн, который будет прятаться вот здесь, то я переделать ничего не буду. Короче, вышивается супербыстро. Потому что этот Санта, это только несколько стежков. Кстати, вот нитки, которые должны были для отшива. Вот, например, этот розовый, это его щечки. Два крестика нужно было. Это его лицо. Четыре крестика нужно было. То есть очень-очень мало. И здесь есть даже лонг стич. Вот его борода вышивается лонг стичем. Можно было вышивать лицо петитом. Но, знаете, я думала, что это того не стоит, как говорится. Вот где этот бисер пришивается. И как бы вышивается бэкстич белым цветом. И все это вместе пришивает. То есть это на часть. Вот здесь она не... И ты просто вышиваешь вот так по периметру. У меня здесь было много ткани. Я постаралась, очень постаралась меньше ткани оставить. Но все-таки у меня здесь больше ткани. И она... Вот здесь мне не нравится эта часть. Но я ничего переделать не буду. И внутри есть маленький кусочек картона. Потому что вышла так, вышла так. Потом высунула вот маленький кусочек картона. Видите, она плотная у меня. Видите? И потом дошла вот здесь. Как-то так. Маленький Санта вышивалась очень быстро. То есть вот время не занимает. Красивая такая коробочка с красивеньким Санта. Прям классно. А пин здесь у меня не будет. Пин. Вот он очень хорошо здесь смотрится. Он слишком маленький. Мне кажется, и она без корней слишком нарядная. Чтобы этот пин был виден здесь. Ну и вот в этом дизайне. Вот эта подушечка. Все вот это чеснановское. Оно хорошо смотрится с этим пином. Вот как-то так. Так что Санта в домике. Можно справлять Рождество. Получается. Еще раз покажу. Малютка, малютка. Да, кстати, я посмотрела, какие слайды у меня есть. Я не уверена, что это все. Но они просто были вместе. Поэтому я думаю, что большинство это вот то, что у меня есть. И я была даже удивлена, что у меня есть вот такие слайды, которые даже в коробой, в смысле, я их даже не распечатала. Я вам уже сказала, что я не... Вот такой, с павлином. Мне очень нравится вот этот. Просто я жду, чтобы я вышила дизайн с павлином. И чтобы он как бы был распечатан. Вот такой осенний с совушками. Тоже нравится. Тоже. И вот этот. Купила, когда они выпустили этот кубик переиздания с совушками. Вот тогда был куплен вот этот. Получается. То есть потом распечатаю. Что еще есть? Еще есть вот такой. Это уже старенький такой. Я хочу здесь вышивать и птичку. Знаете, есть птичка, вышивается от Часнан. Я купила схему и хочу птичку здесь вышивать. Поэтому, когда вышиваю птичку, она будет вместе с этим слайдом. Потом есть вот такой. Это один из первых моих слайдов купленных. Я помню, что я его даже использовала. И он мне нравится. Вот этот прямо нравится. И это были большие. Ведь потому что они есть большие, есть маленькие. Вот такие. Из маленьких слайдов. Вот что я у себя нашла. Я нашла. Я нашла вот такой. Тоже нравится. Такой из. Потом есть вот такой с зайчика. Который из них звенит. А, этот звенит. А что есть здесь? А, это. Это. Не помню, какого дизайна. Пиной маленький. Вот такой с зайчиком. И вот такой этот от Rosewood Manor. Rosewood Manor. Боже, как это называется? Manor. Есть у них дизайн. Есть два дизайна с такими. Вот один он еще в дизайне. А вот один. Не знаю, почему он у меня здесь. У меня есть объятие. Когда они переиздали дизайн, они поставили коробочку. Вот. И все. Это все, что у меня есть. Не знаю, если есть больше где-то как-то. Но получается, что немного. Я почему-то думала, что их у меня больше. Сколько получается? Раз, два, три. А, это тоже маленькая вообще. Там вот это тоже маленькая. Раз, два, три. Четыре больших. И четыре, пять. И шесть. Шесть маленьких. Ну, немного. Ну, я уже сказала, что я их покупаю, когда прям нравится, не могу. И когда они к какому-то дизайну вот подходят. Вот. Как-то так. Так что вот такая история с коробочками, слайдами от Честнан. Вот. Быстрый отшив. Классный такой результат. И да, хотела сказать. Меня спросили, я почти забыла. Меня спросили, какой этот клеевой флизелин. Я использую для своих изделий. То есть, все вот эти изделия от Честнана, которые вы видите. Вот это, вот это, вот это. После того, как я вышиваю, я мерю внутреннюю часть. Я режу, вырезаю как бы кусочек. И утюгом я его прилипаю там. Потому что это удобно, что ваши крестики фиксируются. Если есть напольнитель, как вот, например, напольнитель не выходит. Но это 32-й каунт. Но если каунт побольше, то тогда он может вылазить, если 28-й каунт. Так вот. Вот, 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 вот. Как это выглядит. Видите? Вот эта часть, она с пупырышками. То есть здесь клей. А вот здесь просто вот такой получается. Как-то так. Не знаю. Наверное, надеюсь, я вам помогла. Такой простой. Этот купленный куплен здесь, в Англии. Но у меня много, like, 2 года, мне кажется. Или даже больше, больше 2 года. Я купила из Кишинева. Вы знаете, мне показалось, что вот этот качественный, из которого я купила здесь, но он и есть дороже. Ну вот, как-то так. И у меня есть очень-очень классный подарок. Это, который был сюрпризом для меня. Так получилось, что я обещала кое-что вышивального Анке. Анка из Германии. Я ей это передала. Она мне просто прислала подарок еще в прошлом году. Просто так, просто так. И я, конечно, ничего не ждала взамен, скажем так. Но она все-таки меня удивила и прислала отличнейший подарок. Я не могу этим не поделиться, что у меня здесь есть. Итак, у меня есть вот такой органайзер. Она прислала мне вот такой классный органайзер. Сейчас я отсюда буду вынимать все. Здесь столько вкусностей, как мы говорим, вышивальщица, что я не могла. Вот такой органайзер. Их у меня нету много. Смотрите, здесь есть вот такой даже. Это второй. И тоже подаренный получается. То есть я ими пользуюсь, но купить их цельно-направленно не делала до сих пор. Я знаю, что американки очень любят их. Вот. Потом. Потом здесь есть вот такой классный от Сажу. У меня есть от Парижских вышивальщиц. Он без этого. Здесь можно вышивать. Как это будет? Без схемы, да? Но я схему что-то найду здесь. Вышивать точно здесь что-то вышью. Потому что я уже сказала, что у меня один есть. А внутри, внутри есть вкусности. Смотрите. То есть есть вот такие пуговки. Зимние пуговки. Вот такие. Потом вот такой классный органайзер. Вот видите, здесь ниточки ставишь. И вот здесь вот такой бобин с органайзером. Ну, мега крутой. Потом есть вот такие для ножниц. Маньячки для ножниц. Тоже зимние. Тоже такие классные. И их буду на своих ножницах цеплять. Но сначала хотела бы вам показать. Это было все здесь в этом мешке. И здесь еще есть вот такие шармики. Здесь семья пингвинов. И классные слова здесь написаны. Еще здесь вот было два органайзера, которые у меня уже в работе. Они в Санте. То, что я Санту начала. И скоро покажу. Я не знала про такого производителя. Это Уизарди. Видите? И вот это такой органайзер. Я уже сказала, что я им пользуюсь. И вот это органайзер для ниток. Такие зайчули классные. То есть они уже у меня в деле, как говорят, вышивальщицы. Еще вот такие классные белпулы. Их два здесь. Сори. Еще не все отсюда взяла. Не хочет. Вот. Такие белпулы. Видите? Такой громенный. Смотрите, сколько здесь места есть. И вот такой побольше. Я прям в восторге. Потому что я... Вы знаете, что я оформляю белпулов довольно много. Поэтому я везде отсюда не вынимала. Пусть они так будут хранятся, хранятся. Потому что это будет круче. Вот такой классный лен. Кусочек льна. Цвет бомбический. Классный, классный. Потом... Потом еще две вот такие схемки. Зимние. Это Роми's Creations. Она у нее из своих... Да. Это в своих... Есть в DM... Как бы можно и DMC подобрать. Но у нее есть свои нитки у Роми. И вот такой классный дизайн. От парижских вышивальщиц. Это именно для 2024 года. Видите? Видите? Такие левчушки. И 2024 год. Я не смотрела, если здесь есть схема и других номеров. Или только 2020. 2024 год. Классно. Прямо классно, классно. Спасибо большое, Анка. Ты сделала как бы мой Christmas. Очень классный. Очень. Падка. Или как это говорится на вот этих всяких финтифлюшках. Классно. Очень рада. И вот дизайн, над которым я работаю сейчас. Да. Это вот такой сэмплер Santa. Дизайн, который покорил многих. К моему большому удивлению. Ну, не знаю почему. Ну, я подумала, что этот дизайн не будет такой. Все будут о нем спрашивать, что и как это получится. То есть, в итоге сказали, что им интересно посмотреть, как все это получится. А вот что у меня до сих пор вышито. И, кстати, я, скорее всего, не успею вышивать этот дизайн до Рождества, до конца года. Почему? Потому что, потому что, во-первых, у меня нету столько времени для вышивки. Ну, у нас перед Рождеством в школе есть как бы разные конкурсы, разные этих партий и так далее. И есть мини-концертик. Я не думала никогда в жизни, что я выучу как бы эти английские калятки. Ну, все бы слышали их на телевизоре, как бы, ну, как, наверное, как я, все знают только Jingle Bells, Jingle Bells и всё. Я не думала, что я выучу как бы всю песенку, да, или We wish you a Merry Christmas. Ну, все знают We wish you a Merry Christmas и так далее. Я только это знала, больше не знала чего. Но нет, сейчас вот поём всё, потому что будет концертик и нужно выучить. Вот, так что, ещё знаете, что интересно, что вот когда есть время для вышивки, да, я не говорю, что я прям, нету времени для вышивки. Когда есть вот это время для вышивки, я замечаю, что мне не хочется вышивать. Смотрите, я вышиваю так немножко, потом вспоминаю, что, ой, нужно делать это, нужно делать это. То есть, я ищу себе другого занятия, то есть, и я считаю, что это какой-то такой маленький не вышивунь или предпраздничное настроение. Как обычно, я ничего не делаю, я не корю себя за это, как вышивается, так вышивается. Вышивка – это хобби, это не наша работа. Итак, что у меня есть на этот момент? На этот момент, кстати, вот этот, вот он, видите, он как бы так и делится, как все сэмплера, на части. Сейчас первая, вторая, третья. Здесь есть пять частей. Я вышивала первую часть. Первая часть по площади самая большая. Не знаю, если и по, как бы, самой тяжелой, но я не думаю, что это было самой тяжелой, но по площади это самая большая. То есть, и заняло довольно много времени, я бы сказала. Вышило лицо Санты. Вот этот розовый цвет, это довольно нудно. Было много крестиков. Глаза. Щечки его вышиваются. Сначала вышиваешь все крестом в две нити, а потом сверху. Есть на схеме, как вышивать эти смирно, да, смирно кросс-сичус на площади четырех крестиков. Вот из-за этого получается вот такая, видите, на его щечках. А потом брови. Брови вышиваются шахматкой. То есть, один крестик, через один крестик это крейник. Вот этот крейник 0,32 и петит. Вот такая шахматка, и получается у него брови. Я не знаю, если вам видно, какие у него бровки интересные. И потом начинается его, как это будет, hair. Волосы, да. Здесь волосы вышиваются. Вот этот длинный крест вышивается вот этой ленточкой. Кстати, она не самая лучшая. Она очень сечется, да, это будет правильно сказать. Сечется. Но не страшно, и можно с ней поработать. Вот как это выглядит. Мне понравилось. Вот видите, как это снимается. И ты вот так ее... Вот все, успела. Вот. И она еще будет нужна. Я надеюсь, что ее будет достаточно. Она уже сказала, что в 1,2,3 стич купила. Вот. Потом, после того, как вышло вот эти длинные такие кролстичи, видите, вот такие длинные, все вместо между ними, все это вот такими длинными. Это бюглс. Видите? И это тоже вышивается крестиком. То есть, эти длинные, длинный бисер вот этот получается. И знаете, что самое интересное, что я боялась, я не знала, вот этот белый цвет, он будет окей, или он слишком белый, и нужно взять белее, чтобы это было видно. Вообще белый цвет ниток, он нужен только для того, чтобы пришивать эти крестики. Пришивать бисер, сори. Но я бисер не пришиваю ниточкой белой обычной. Я пришиваю ее этот битспаркс, или как это называется. Ну, все знают ниточку. Тоже белая вот такая. Все знают такие ниточки. Из этой первой части, что у меня еще не сделано. У меня нет носа, сказал носа, носа. И красный цвет, который, красный цвет ниточки, который я не рекомендую, он рекомендуется только для того, чтобы пришивать нос вот здесь. Понимаете? Но я, скорее всего, пришью его ниточкой Юли, чтобы это не было видно. Вот этот носик у него должен быть. И еще должен будет быть дождик, но это в конце. Вот, как-то так. И я дошла до второй части. Второй части я только креником пришила вот такие эти снежинки. Видите? И то, что у меня осталось, это пришить бисер, и пришить снежинки, и пришить вот эти маргаритки. Помните, что я сказала, что я сомневаюсь, что они нехорошие и так далее. И заказала в 1-2-3 стечь, типа классический. Слава Богу, они пришли. Вот, смотрите, кулек еще вот таких. И если вам интересно, посмотреть, как это выглядит. Ну, вы знаете. Мне обратная часть очень нужна. Да, вот эти все-таки буду использовать оригинальных, но вы знаете, да, есть разница. Есть вот эти более такие темноватые, более IB, а эти более такие прозрачные. Все-таки эти лучшие. Хорошо, что я их купила, хорошо, что я их нашла всех. И они мне уже нужны здесь. Так что планы такие. Я не знаю, если получится снимать еще вот такое обычное видео, в которых я покажу процессы и так далее, потому что уже у нас еще несколько дней есть. И начнется рождественские каникулы. И я уже сказала, что в каникулах я вышиваю довольно мало. Планы такие у меня. То есть дошивать сам, то все-таки я хочу как бы в эти праздники, этой зимой, ну, скажем так, до 10 января максимум. Потому что после 10 января почему-то у меня вообще вот этот желание вышивать рождественское отпадает на 50%. То есть постараюсь все-таки вышивать его, закончить. У меня в планах начать сапожок от Just None. Я сказала, что начну один сапожок повышивать и уже, как уже сказала, попробовать дошивать или как это вышить немножко в дизайне от Dimensions. Гусыню оставлю на январь точно. Даже не буду ее никак начинать, никак ничего. То есть точно гусыню не начну. То есть в планах это вот доживать его, когда будет возможность. Но вы знаете, его нужно вышивать в тишине и покое, потому что много материалов, не нужно ничего потерять. И вот вышивать немножко и вставать, где-то идти и что-то делать. Не знаю. Потом приходишь обратно, вспоминаешь, что нужно, как нужно. Это дизайн, где нужно высчитывать. Вот здесь, например, высчитывать все, как и здесь. Потому что это крестик, это бисер, это стежки. И если ошибаться, потому что здесь я ошиблась, например, и распорола. Ну, слава богу, очень, то есть крестики огроменные и очень быстро распорола. И тупо не смотрела внимательно, потому что дизайн не тяжелый, кстати. Он не тяжелый, но нужно внимательно смотреть. И да, Милхилл я уже знаю, потому что первый мой такой дизайн такого рода, что они не дают объяснений нормальных, да, вот у меня превью вот такой, да, пойми и разгляди, очень трудно разглядеть что-то, и когда они объясняют, смотрите, какое у меня объяснение, то есть вот эта половина, вот это все, то есть досюда материалы, здесь написано, какую ткань нужно, и вот здесь как это нужно делать, вот, я очень внимательно читаю, прочитываю, смотрю, то есть в моем, как бы в своей голове якобы это перевариваю, потому что вот в сравнении с Нан, где она тебе дает все, они даже стишки тебе не дают, как это делать, то есть делай смирно, если человек не знает, как делать смирно, он должен искать, как это делается, да, или этот long, elongated stitch, как это называется, да, я знаю и понимаю, как это делать, потому что это не первый такой, такого типа дизайна от Милхилл, который я вышиваю, но если ты не знаешь, это довольно трудновато, как бы разбираться, и еще я как-то думала, что, наверное, если нет хорошего знания английского, с переводом тоже довольно трудновато, я не говорю, что невозможно, но трудновато, вот, как-то так, так что потихоньку я его точно вышью, и, наверное, это все, что я хотела сказать вам и показать вам в этом видео, надеюсь, вам понравилось, надеюсь, вам было интересно, и увидимся в моих следующих видео до тех пор, пока-пока!